Крошка Антошка ТВ представляет Морские рыбы Рыба-клоун В прозрачных водах коралловых рифов обитает красочная рыба с очень необычным забавным названием – рыба-клоун. Эта рыбка хорошо знакома деткам во всем мире благодаря тому, что она была главным героем очень известного мультфильма в роли рыбки по имени Немо. А все ученые называют эту рыбку красивым именем Амфиприон. Окрашена рыба-клоун в ярко-оранжевый или темно-синий цвет. У нее маленькая голова, сплюснутая с боков тела и высокая спинка. Своим домиком рыба-клоун выбирает растение актиния. Оно очень ядовитое, поэтому рыбка научилась вырабатывать специальное вещество, которое покрывает ее тело и защищает от страшного яда. Теперь наша рыбка может спокойно плавать среди щупалец актинии, а ее враги – нет. В обмен за такое гостеприимство рыба-клоун тоже заботится об актинии, чистит ее и вентилирует воду вокруг растения. Рыба-зебра Вот еще одна необычная рыба, которая обитает в тропических водах. Из-за своей яркой полосатой окраски ее называют рыбой-зеброй. Украшают ее тело длинные веерообразные плавники в виде лент, поэтому ее еще называют крылаткой. Это бесстрашная хищная рыба, которая может нападать на добычу почти такого же размера, как она сама. Из-за этого у нее есть третье имя – рыба-лев. Она любит долго находиться на одном месте почти без движения, выставив во все стороны свои колючие плавники, которые колыхаются в воде, словно пучок водорослей. На концах спинных и грудных плавников находятся острые ядовитые иглы. Их укол может быть смертелен даже для человека. Вот такая опасная красота! Рыба-пила Рыба-пила – это скат с необычным рылом в форме длинной пилы с острыми зубчиками. С помощью своей пилы она не только ловит добычу, бьет и ранит, но и находит, потому что пила – как антенна. А еще она пилой роет дно, чтобы найти моллюсков, и защищается от врагов. Мурена Хоть и похожа на змею, мурена на самом деле – рыба. Кожа у мурены без чешуи и покрыта ядовитой слизью. В длину мурена может достигать даже двух метров. Зрение у мурены очень плохое, и охотится она по запаху. Живет мурена на дне, прячась среди подводных камней и стремительно набрасываясь на проплывающую мимо добычу. В пасте у нее острые зубы, которыми она может разорвать свою добычу на мелкие кусочки. Цвет кожи у мурены бывает разным – коричневый, зеленый, желтоватый, пятнистый или полосатый – и помогает ей прятаться и оставаться незамеченной в окружающей среде до момента, пока она не нападет на добычу. Акула Акула, наверное, самая известная рыба. Все детки знают веселую песенку про акулу. У акулы длинное, вытянутое тело и мощный хвостовой плавник. Кожа акулы покрыта твердой чешуей. Большинство акул – хищники. В огромной страшной пасте сплошными рядами расположены острые зубы, которые постоянно сменяются новыми на протяжении всей жизни. У акулы сильно развито обоняние, что позволяет ей по запаху чувствовать свою добычу на огромном расстоянии. Еще акулы хорошо слышат, а зрение у них в несколько раз лучше, чем у человека. Акулы очень быстро плавают. Они вообще всегда находятся в движении. Морской конек Очень необычная небольшая морская рыбка. Она покрыта не чешуей, а жестким костным панцирем. Морской конек всегда плавает вертикально. Головой он может двигать только вверх и вниз, а вертеть головой по сторонам не умеет. Зато глазки у него вертятся так, что одновременно могут смотреть в разные стороны. У морских коньков нет зубов. И хотя эти рыбки постоянно кушают, они делают это так. Просто втягивают пищу вместе с водой, словно пипетка. У рыбки папы на животике есть специальный кармашек, куда мама конек откладывает икринки, а папа конек заботится о них. Поэтому мальки морского конька появляются именно у папы рыбки в кармашке. Детки всегда плавают вблизи своего папы, и в случае опасности они тут же прячутся в его кармашке. Морской дракончик Травяной морской дракончик Рыбокамень похожими на поверхность камня. А еще эти бугорки похожи на бородавки, поэтому второе название этой рыбы – бородавчатка. Цвет рыбы бывает от зеленого до буро-коричневого и помогает ей прятаться среди камней. Она мало двигается, поэтому ее действительно можно спутать с настоящим камнем. Рыбокамень – одна из самых ядовитых рыб в мире. Кабуба Эту рыбку легко узнать по отличительным особенностям – двум черным полоскам по бокам. И похожему на тонкий хлыст – это такой гибкий прутик – длинному белому спинному плавнику. А еще этот плавник называют вымпелом, потому что он очень похож на длинный узкий флаг. У Кабубы приплюснутое с боков тело и ярко-желтое пятно на спинке и хвосте. Кабуба – обитатель коралловых рифов. Питается она планктоном. Во рту у нее много мелких зубчиков, похожих на щетину, с помощью которых она отфильтровывает пищу. Так что у нее есть еще одно имя – вымпельный щетинозуб. А за ее красоту люди прозвали эту рыбку вымпельной бабочкой. Благодаря своей яркой окраске и красивой форме эту рыбку часто содержат в аквариумах. В аквариуме ее даже можно приручить, и она будет принимать пищу с рук. Скат Скат – очень необычная рыба, похожая на птицу в полете. У него приплюснутое тело с массивными грудными плавниками, похожими на крылья. У ската есть хвост. Он длинный и острый. У некоторых скатов на кончике хвоста находится ядовитое жало. Скелет этой рыбы состоит из хрящей. В отличие от костей, хрящи более мягкие и гибкие. Глаза у ската расположены на верхней поверхности тела. А за глазами расположены брызгальцы. Это такие отверстия, через которые скат втягивает воду для дыхания в свои жабры. У ската есть электрические органы. Это специальные рецепторы, с помощью которых скат чувствует проплывающих рядом рыб. Он использует электричество и для охоты. Он может парализовать добычу электрическим импульсом. Хотя бывают и совершенно безобидные скаты, которые питаются только планктоном и не вырабатывают электричество. Зато такие скаты умеют выпрыгивать из воды и красиво пролетать над ней, словно настоящие птицы. Морские обитатели Осьминог На самом дне тропических морей и океанов среди камней и подводных скал живет осьминог. У него удивительное и необычное строение тела. Оно мягкое и длинное, около трех метров, а вес может достигать 45 килограммов. У осьминога огромная голова и восемь длинных сильных щупалец. Все думают, что это ноги, но на самом деле это руки осьминога. Кстати, потеряв свое щупальце, например, в драке, он сможет отрастить его заново. В том месте, где срастаются щупальца осьминога, находятся мощные челюсти, похожие на клюв попугая. Осьминог – это хищник. Ночью он покидает свое укрытие и идет на поиски пищи. Запах еды осьминогу лавливает с помощью сотен присосок на его щупальцах. Ведь на присосках расположены тысячи вкусовых рецепторов. Едят осьминоги моллюсков, крабов, морских раков, рыбу. Они захватывают добычу одновременно всеми своими щупальцами и, удерживая ее присосками, кусают своим мощным клювом. Осьминог очень гибкий, потому что у него нет позвоночника. Зато у него есть аж три сердца, а его кровь голубого цвета. В те моменты, когда осьминог плывет, его сердце не бьется, поэтому он плывет рывками. Дышат осьминоги, как и рыбы, жабрами. У осьминогов отличное чувство осязания. Это значит, они очень чутко воспринимают окружающий мир через прикосновения. А еще у них очень хорошее зрение. А глаза большие, с прямоугольным зрачком. Кстати, это одна из самых редких форм зрачка в мире. Удивительно, но видеть свет осьминог может и клетками с поверхности всего своего тела. Осьминог способен воспринимать не только обычные звуки, но и инфразвук. Это звук с низкими частотами. Такие звуки человеческое ухо не способно услышать. Для того, чтобы плыть, осьминог набирает в полость, где расположены его жабры, воду и силой выталкивает ее в направлении обратном движению тела. Цвет своего тела осьминог может менять в зависимости от окружающей среды и эмоционального состояния. В спокойном состоянии осьминоги коричневого цвета. Если он напуган, то белеет, а когда сердится, становится красным. Осьминоги обладают очень высоким интеллектом. Они умные. У них хорошая память, они различают геометрические фигуры и даже поддаются дрессировке. Есть у осьминога и враги. Это дельфины, тюлени, морские львы, киты, крупные хищные рыбы, например, мурены. Удирая от своих врагов, осьминог выпускает в воду вокруг себя темную жидкость, называемую чернилами, которую вырабатывают специальные железы в теле осьминога. Темное облако чернил сбивает с толку врага и дает время осьминогу покинуть опасное место. Кстати, а вы знали, что 8 октября во всем мире празднуется Всемирный день осьминога? Морские обитатели Морская черепаха Это существо помнит еще динозавров. Его внешний вид настолько уникален, что не спутаешь его ни с одним другим животным. Черепаха – это удивительное создание природы, относящиеся к пресмыкающимся. Они являются древнейшими жителями нашей планеты. Время не изменило черепах, и внешний облик, и внутреннее строение остались такими же, как 200 миллионов лет назад. К тому же, черепахи уникальны тем, что у них нет прямых родственников среди других рептилий, которые населяют нашу планету. А это крокодилы, ящерицы, змеи. Черепахи живут на всех континентах, кроме Антарктиды. Водные черепахи бывают разных видов. Некоторые любят пресные воды – это реки и озера, а другие – соленые воды – это моря и океаны. У водных черепах панцири более плоские, чем у обитающих на суше. Форма панциря у них удлиненная, похожая на каплю. Так им проще передвигаться в воде. В отличие от наземных черепах, морские черепахи не умеют втягивать голову и конечности в панцирь. Своим панцирем черепаха может чувствовать изменения окружающей среды, потому что в панцире у черепахи есть нервные окончания. По рисунку на панцире можно определить возраст черепахи. У черепах отлично развитые органы чувств, осязание, обоняние, зрение и слух успешно помогают им находить пищу, убежище и доживать до 80 лет. Питаются морские черепахи водорослями и другими водными растениями. Могут они ловить и креветок, крабов, моллюсков. Вместо лап у морских черепах ласты. Они прекрасно плавают, совершая длительные путешествия на огромные расстояния. В воде они довольно быстро передвигаются со скоростью около 35 километров в час. А заблудиться им не дает способность ориентироваться по магнитному полю Земли. У этих древних созданий есть еще одна загадочная способность. Ученые считают, что морские черепахи понимают язык дельфинов. Раз в году маленькие черепашки вылупляются из яиц. Мамы-черепахи откладывают яйца в песок на берегу, именно в том месте, где они сами когда-то появились на свет. Вылупившиеся черепашки со всех сил бегут к воде, чтобы спастись от хищников, которые подстерегают малышей. Каждый год 23 мая черепахи празднуют свой праздник, потому что этот день считается Всемирным Днем Черепах. Если у тебя есть черепашка, то в этот день угости ее чем-то вкусненьким. Ей это понравится.